Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 16 июня вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Как начнется новый сезон для рынка зерна и масличных? Куда едет пшеница из Украины? Почему навозу хотят вернуть статус опасного отхода? Эти и другие темы сегодня в нашем выпуске. По традиции начнем с обзора новостей на зерновом рынке. Ничего хорошего за минувшие две недели, к сожалению, не произошло. Мы по-прежнему видим довольно низкие цены на пшеницу – 15 рублей в глубоководных портах и 14,5 рубля на мелководье. Это ценовые индексы, которые дают союз экспортеров зерна. Национальная товарная биржа дает чуть более оптимистичные данные. Биржевой индекс пшеницы на условиях поставки СПД Новороссийск составляет 15 650 рублей за тонну без НДС. Вы видите, как менялся биржевой индекс с начала года. В марте цена на пшеницу была наиболее высокой, но и доллар тогда был в два раза дороже по отношению к рублю. Сегодня на условиях ФОП Новороссийск пшеница продается по 400 долларов за тонну. При этом с 16 июня более 130 долларов экспортер должен перечислить в бюджет государства. Пошлины на ячмень и кукурузу тоже повысились, причем на ячмень сразу на 16 долларов. В течение мая экспортная цена на ячмень колебалась в районе 290 долларов за тонну, а с 8 июня неожиданно подпрыгнула до 352 долларов за тонну. По крайней мере, это следует из индекса Национальной товарной биржи. Соответственно, вырастает и пошлина. Что будет дальше со ставками пошлин? Предпосылок к их снижению нет. Даже наоборот, по пшенице пошлина должна расти еще больше. По прогнозам Союза экспортеров зерна она составит от 140 до 147 долларов за тонну с 22 июня, а к июлю может вырасти чуть ли не до 155 долларов. В чем причина? Оказывается, еще 31 декабря 2021 года правительство России приняло постановление номер 2595, согласно которому пошлина стала прогрессивной. Как только цена превышает определенный уровень, размер пошлины меняется. Наглядно это видно на инфографике Союза экспортеров зерна. Аналогично будет рассчитываться и пошлина на ячмень или кукурузу. Поэтому чем выше индикативная цена, тем больше средств будет изъято в пользу государства. Ну и кстати об этих средствах. В интервью изданию РБК вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что полученные от экспортных пошлин средства в 2021 году и за первые месяцы 2022 года позволили обеспечить дополнительные доходы федерального бюджета в объеме около 175 миллиардов рублей. При этом Виктория Валерьевна уточнила, что цель была не собрать дополнительные доходы с аграриев, а сохранить рынок продовольствия стабильным. Она также отметила, что вопрос об отмене пошлин не стоит, поскольку мировой продовольственный рынок еще будет лихорадить, а Россия должна оставаться надежным, стабильным государством, которое продолжит кормить россиян привычными качественными продуктами. Чего России не занимать в этом сезоне, так это стабильности. Довольно много зерна, масличных и масла, если верить экспертам, осталось внутри страны. Так, аналитический центр компании Русагротранс указывает, что квота на экспорт зерна будет выбрана всего на 82%. Трейдеры поставят за рубеж только 6 миллионов 700 тысяч тонн пшеницы из разрешенных 8 миллионов и лишь 2 миллиона 700 тысяч тонн кукурузы и чменя из возможных 3 миллионов тонн. Переходящие на новый сезон остатки составят по оценкам Экара 11 миллионов 700 тысяч тонн. Это на полмиллиона меньше, чем в 2021 году, который мы встречали после очень высокого урожая зерна – 133,5 миллиона тонн. Но в то же время это больше, чем в предыдущие сезоны. Глава компании «Про зерно» Владимир Петриченко на зерновом раунде в Геленджике отметил, что недопоставлено на мировой рынок и подсолнечное масло. По его оценке, российские заводы произведут в этом сезоне на 300-400 тысяч тонн масла меньше, чем могли бы. Ну и, соответственно, потребят меньше сырья. Переходящие запасы подсолнечника Петриченко прогнозируют на уровне более 1 миллиона тонн. Оценка ИКАР еще выше – 1 300 000 тонн подсолнечника. В интервью изданию «Агроинвестор» Дмитрий Рылько перечислил причины этого нехорошего рекорда. Слабый старт сезона, когда был потерян необходимый темп экспорта масла, высокая вывозная опошлина на него, а также проблемы последних месяцев, в том числе укрепление рубля. Вся эта переходящая масса будет давить на рынок. Владимир Петриченко предположил, что ниже 30 рублей за килограмм цена на подсолнечник на старте сезона не опустится, но в среднем при курсе 60 рублей за доллар цена составит в районе 33 рублей за килограмм с НДС. Если курс будет 65 рублей, то цена составит 36-37 рублей за килограмм с НДС. Такие вот перспективы. Ну а сегодня, напомню, доллар по курсу Центробанка стоит всего 57 рублей. Глава Минэкономразвития Максим Решетников вчера на Петербургском экономическом форуме признал, что крепкий рубль создает проблемы экономики и выразил надежду, что Центробанк еще ниже опустит ключевую ставку. И тогда национальная валюта хоть немного ослабнет. На прошлой неделе представители российской власти начали комментировать ситуацию вокруг зерна, которая вывозится с территории Украины. Уже несколько недель в интернете гуляют фото с вереницами зерновозов, а также скриншоты из WhatsApp-группы, где грузоперевозчикам предлагали работу – вывезти пшеницу из Луганска в Ростовскую область. Позиция Украины по этому вопросу известна, и мы ее не будем повторять. А вот позиция России была озвучена буквально на днях. Приведу несколько цитат. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Далее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил каналу Крым24, что зерно из Херсонской и Запорожской областей проходит через Крым транзитом и едет в Севастополь на продажу. Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК сказала, что из Мелитополя и Бердянска можно экспортировать зерно. Из крымских портов Керчь и Севастополь, цитата, «совершенно спокойно идет отгрузка продовольствия». Ну и, наконец, глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий заявил, что администрация, цитата, «национализировала государственное зерно в регионе». Он также отметил, что зерно покупают по 15500 рублей за тонну, это около 200 долларов и это, цитата, «достаточно хорошая цена». Вот такое объяснение происходящему дают государственные лица. У журналистов канала Агробук нет возможности провести расследование и выяснить, кто, в каких объемах, чье зерно вывозит, по какой цене оно покупалось и покупалось ли вообще, какие страны стали получателями этого зерна и какие юрлица его экспортировали. Поэтому мы не оцениваем чьи-либо высказывания на достоверность. И точно можно сказать только одно – зерно из Украины вывозится и поступает на мировой рынок. Российские аграрии уже на 70% обеспечили свою годовую потребность в удобрениях, заявил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов. По его словам, хозяйство приобрели 3,4 миллиона тонн удобрений в пересчете на действующее вещество. Он утверждает, что план, который дал Минсельхоз по поставкам удобрений до 31 мая, был полностью выполнен. Кузнецов отметил, что аграрии даже отказались приобретать более 10% ранее заказанных удобрений, потому что накануне полевых работ хозяйствам пришлось перенаправить средства на покупку средств защиты и техники. В июне для производителей удобрений правительство открыло экспортное окно. В этом месяце они смогут вывозить любое количество товара за границу. А вот с 1 июля снова начнут действовать планы по поставкам на внутренний рынок и квоты на экспорт. Впрочем, золотым месяцем июнь все равно не назовешь, потому что на мировом рынке удобрения стали стремительно дешеветь. Например, карбамид в США стоит чуть больше 500 долларов за тонну вдвое ниже, чем в марте. На треть до 650 евро подешевела мячная селитра в Европе и около 800 евро сегодня стоит касса. Тоже цена упала на 30%. Немецкое издание Агрархот видит причину снижения цен в устойчиво слабом спросе. А также в том, что с конца марта газ подешевел на треть, на рынок вернулся Китай и курс евро несколько восстановился. Ну и, конечно, экспорт из России тоже имеет значение. Российский союз пекарей обратился в Госдуму РФ с просьбой увеличить размер субсидий на производство хлеба с 2,5 рубля до 7,5 рублей за килограмм, а также дать получателям возможность повышать цены. Хлебопеки в письме депутату Надежде Школкиной заявляют, что размер субсидий в 2,5 рубля за килограмм продукции стал неактуален после введения новых санкций Запада против России. Из-за санкций выросли затраты на сырье, оборудование, упаковку, логистику и теперь эти 2,5 рубля не компенсируют падение рентабельности пекарей. По мнению Союза, размер субсидий в новых условиях нужно увеличивать как минимум до 7,5 рублей, а также выплачивать ее не только на хлеб, но и на побочные мучные продукты, там сдобные, слоеные изделия. Президент Российской гильдии пекарей кондитеров, это другое объединение, Юрий Кацнельсон в интервью коммерсанту согласился, что эффективность субсидирования отрасли оказалась незначительной. Минсельхоз России ответил известием, что вопрос о целесообразности увеличения субсидий будет рассмотрен только во втором полгодии. С многострадальным законом о навозе, то есть официально о побочных продуктах животноводства, снова вышел казус. Координационный совет по экологическому благополучию при общественной палате, а также Общероссийский народный фронт и партия «Зеленые» подписали открытое письмо против принятия этого закона. Пресс-служба «Зеленых» объясняет, что в случае, если Госдума утвердит закон, природоохранные ведомства не смогут осуществлять надзор за размещением отходов животноводства и законопроект даст сельхозпредприятиям индульгенцию на загрязнение полей свежим навозом. В общественной палате опасаются тотального биогенного загрязнения окружающей среды, включая источники водоснабжения. Пока же законопроект был принят только в первом чтении, и его судьба снова остается подвешенной. Ну и хорошая новость напоследок. Правительство выделило дополнительные 7 миллиардов рублей на программу «Сельская ипотека». По условиям этой программы можно взять кредит по ставке 3% годовых, чтобы купить или построить жилье в сельской местности. Благодаря этим дополнительным средствам почти 17 тысяч семей смогут в этом году обзавестись жильем. Ждем с нетерпением, когда в селах еще и работа появится, чтобы у людей была возможность эту ипотеку погашать. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что остаетесь с нами. Не забывайте ставить лайки, комментировать новости, а также подписываться на наш телеграм-канал и заходить на сайт agrobook.ru, где мы публикуем регулярно интересные материалы для прочтения. Всего доброго! До свидания!